Всем привет, я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал. В прошлом мастер-классе я показывала как сделать батон. А в этом мы будем его нарезать и делать бутерброды с красной икрой и маслом. В миниатюре 1 к 12. И если вам это интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится один из батонов выполненных по предыдущему мастер-классу. Ссылка на мастер-класс с батоном будет прямо под этим видео. После того как сделаете батон обязательно дайте ему полежать. Чтоб он немножечко затвердел. Либо можно поместить минут на 5-10 в холодильник. И после этого острым лезвием я тоненько нарезаю батон на дольки. На кусочки хлеба. Таким образом у нас получаются похожие на самые настоящие отрезанные кусочки хлеба. И на каждом кусочке уже есть румяная корочка, которую не нужно делать в отдельности. Но этим кусочкам необходимо придать фактуру. Фактуру буду придавать при помощи зубочисток и зубной щетки. Зубочисткой я делаю более крупные углубления. И хорошенечко тыкаю всю поверхность. Но после зубочистки я прохожусь по поверхности еще немножечко зубной щеткой. Чтобы сделать мелкие дырочки. И чтобы сделать поверхность более воздушной, более легкой. Как у настоящего хлеба. Посмотрите какая поверхность у меня получилась. Все кусочки я обрабатываю абсолютно одинаковым способом. Сначала работаю зубочисткой. А затем уже перехожу к более мелкой фактуре на зубной щетке. Для того чтобы не повредить уже выполненную фактуру с одной стороны хлеба. Я кладу кусочек на ватный диск. Либо можно положить на какую-то мягкую тряпочку. Желательно не очень волосатую. То есть это не должен быть мех. И делаю все то же самое. Сначала обрабатываю зубочисткой. А затем прохожусь зубной щеткой. Но уже на ватном диске. Благодаря тому что снизу идет мягкая поверхность. Фактура не испортится. Затем я снимаю кусочек с ватного диска. И уже немножечко подравниваю. Придаю ему окончательную форму. Вот такие вот кусочки хлеба у меня получаются. Точно таким же образом я обрабатываю еще и срез буханки хлеба. Для композиции будет интересно если будут и бутерброды и отдельно нарезанные кусочки. И остаток этой буханки. Поэтому я тщательно ее также прорабатываю. И после этого все детали выпекаю. Температуру и продолжительность выпекания смотрите на упаковке той полимерной глины. Из которой вы лепите. После выпекания приступаем к приготовлению бутербродов. Для этого нам понадобится масло. Масло обычно белого немного желтоватого оттенка. Поэтому я смешиваю белый цвет и маленькую капельку желтого. Совсем немножко не переборщите. Эти два цвета тщательно перемешиваю. Чтобы получилось однородное масло без разводов. Если вдруг цвет получился слишком яркий. Просто добавьте белого. И снова перемешайте. Когда я получила необходимый мне цвет. Я формирую из него такую не очень ровную колбаску. И нарезаю на дольки. Которые потом буду размазывать по каждому кусочку хлеба. Чтобы соединить уже запеченные кусочки и не запеченное масло. Мне понадобится гель жидкая пластика. Я кисточкой слегка наношу немножечко геля на кусочек. А сверху кладу масло. Зубочисткой, спицей или моделирующим инструментом. Нужно размазать масло по кусочку хлеба. Тут вы уже смотрите на свой вкус. Как вы обычно делаете бутерброды. Чтобы они получились именно такими. Какие вы любите. И намазываю масло на столько кусочков. Сколько мне необходимо. Переходим к икре. Да мы делаем бутерброды с красной икрой. И я расскажу вам два способа. Первый это бульонки для ногтей. Это такие маленькие шарики. Которые используются в нейл арте. То есть приклеивают на ногти. Баночки с такими шариками. Обычно продаются в магазинах для маникюра. Они бывают самых разных цветов. Поэтому вы сможете подобрать цвет красной икры. Или черной икры. И потом просто приклеить эти бульонки на свои бутерброды. Это способ для тех. Кто не хочет заморачиваться. Или пить икру самостоятельно. Способ очень простой. И прекрасно подходящий в нашем случае. Для тех же кто хочет выполнить все самостоятельно. Или у кого нет под рукой бульонок. А хочется сделать бутерброды прямо сейчас. Я покажу способ как сделать икру. В общем то способ простой и сложный одновременно. Простота его состоит в том. Что я катаю длинную тонкую колбаску. Длиной просто с ниточку. Нарезаю на мелкие части. И каждую из этих частей я катаю в шарик. Ну а сложность его состоит в том. Как вы наверное сами догадались. Что нужно сделать этих шариков очень и очень много. Хотя если у вас очень быстро получается катать подобные шарики. То у вас этот способ пойдет просто на ура. И небольшая хитрость. Если вы хотите чтобы икры на бутерброде было очень много. Но катать шариков огромное количество вам не очень хочется. Можно сделать такую обманку подкладку. Из полупрозрачной полимерной глины. Икру я делаю из полупрозрачной полимерной глины. Оранжевого цвета. Я беру кусочек такой пластики. Катаю немножко в руках. Приплющиваю. И кладу на бутерброд с маслом. И уже накладываю не просто икру на этот бутерброд. А обкладываю икрой вот этот оранжевый кусочек. В результате огромную часть скрытую внутри. Вам просто не нужно будет катать. Вы просто обложите маленькими шариками вот этот оранжевый кусочек. И уже будет создаваться впечатление что икры много. Я вам скажу что визуально разницы не будет никакой. И аккуратненько обкладываю этот кусочек икрой. Вот такие бутербродики у меня получились. Которые я выпекаю. Температура и продолжительность выпекания точно такая же как и в первый раз. После выпекания останется только покрыть изделие лаком. Здесь обратите внимание что лаком нужно покрыть не полностью все изделие. На бутербродах я покрываю лаком икру, масло и корочку хлеба сверху. Белый хлеб то есть мякиш я лаком не покрываю. Потому что он в натуральном виде матовый. То же самое касается кусочков хлеба без масла и икры. Покрываете только корочку очень аккуратно. Ну а запеченные батоны так же сверху покрываем глянцевым лаком очень аккуратненько. И когда лак высохнет изделие будет полностью готово. Посмотрите бутерброды выглядят практически как настоящие. И хочется съесть. Я уверена что такие бутерброды прекрасно дополнят новогодний стол. И нашу композицию. Они выглядят очень реалистично несмотря на свой маленький размер. И конечно же я хочу подать вам идею. Потому что такие бутерброды можно сделать не просто для миниатюры в кукольный домик. Но и в качестве например каких-то брелочков или подвесочек. В качестве подарка своим знакомым и друзьям. Я уверена что они оценят подобный сюрприз. Я очень надеюсь что вам понравился этот мастер класс. И что он поможет вам в вашем творчестве. В следующих выпусках рубрики миниатюра я продолжу приготовление к новому году. И буду делать миниатюру к новогоднему столу. Поэтому обязательно следите за новыми выпусками чтобы ничего не пропустить. Смотрите также и предыдущие выпуски рубрики миниатюра. В которых вы знаете много интересного. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки если вам понравился этот бутербродный мастер класс. И конечно же подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новинки. До новой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok